Давайте сегодня поговорим о том, как сделать речь наших детей более выразительной, грамотной и интересной. Современные дети много времени проводят у компьютера, у телевизора, и речевой активности в этот момент от них никакой не требуется. Игры Мерсиба направлены именно на то, чтобы ребенок говорил. Желательно, чтобы каждая игра происходила под контролем взрослого, который спрашивает и задает вопросы. Специально для этого появилась игра, которая называется «Что сначала?». Игра «Что сначала?». У нас есть три картинки. Ребенок должен внимательно посмотреть на них и определить, какая по логике должна быть первая, какая вторая и какая третья. Конечно, ребенок может просто щелкнуть на картинки, и они встанут на свои места. Но нам очень важно, чтобы ребенок говорил. Помогите ребенку придумать имя для этого мальчика. Пускай это будет Саша. Саша вышел на улицу погулять. Он скатал маленький комочек. Комок становился все больше и больше. И затем Саша скатал огромный комок. И здесь можно придумать, а что было дальше. Наверное, он построил снежную бабу. Задание выполнено на пятерку. Следующая картинка. Внимательно смотрим и отмечаем, сразу ли ребенок сориентировался, какая картинка первая, а какая последняя. Здесь очень важно, чтобы он не тыкал методом подбора, а вгляделся в картинки и понял, что вначале посадили зернышко. И зернышко образовался росточек. И только потом выросло красивое дерево, которое принесло свои плоды. Молодец! Курица и яйцо – известная дилемма. Что же было вначале? Было белое целое яичко. Вдруг раздался треск. Скорлупа треснула, и оттуда показался маленький желтый клюв. А потом скорлупа упала, и из нее вышел цыпленок. Задание выполнено на пятерку. Маленькое занятие можно продолжить, если зайти в конструктор картинок. Здесь уже все зависит от нашей фантазии. Открываем папку «Лексика» и думаем, кто же еще жил в деревне у бабушки. Может быть, это были какие-то домашние животные. Например, во дворе жил индюк. Индюк был очень хитрый и сердитый. Он следил, чтобы все соблюдали порядок и все его слушались. Также у нас здесь жил, например, кот, который гулял сам по себе и не хотел слушаться индюка. У нас здесь может жить свинья. И еще можно добавить, например, корову. И здесь уже нет предела вашей фантазии. Корова пасется на лугу. Индюк за всеми наблюдает, со всеми разговаривает. И вдруг на ферму или к бабушке в деревне, что вы придумаете, заполз ежик и прибежал зайчик. Что они тут будут делать? Как индюк воспримет их появление? С кем подружатся ежик и зайчик? Что будет делать свинья? И как отреагирует корова? Все это нужно придумать вместе с детьми. Давать им возможность сочинять, фантазировать, придумывать всем героям имена. Вот в конструкторе картинок огромное количество возможностей для этого. Потому что ведь можно помимо того, что у нас на ферме живут животные, привезти кого-нибудь из детей. Может быть, здесь будет бабушка, которая будет угощать животных, заботиться о них. То есть вы можете придумать все, что угодно. Таким образом, речь ваших детей будет развиваться, становиться все ярче, образней и интересней. Придумывайте и вы вместе со своими детьми. Это так здорово!